Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим новый влог. Наши дачные работы, простой и вкусный обед для нас. Почти час влог. Не знаю, ребят, возможно, разделю на две части, возможно, запишу один обзор. В общем, как пойдет. Значит, опять у Уралки халява, опять порошок. Слушайте, она когда-нибудь отмоется или нет? Неужели уж так совсем заросла грязью, что без порошка никак? Ребят, сразу хочу сказать, этот порошок мне предлагали очень много раз на рекламу. Я уже даже сбилась со счета, сколько раз мне писали. Но названия были какие-то разные. Я даже не отвечала на эти письма. Потому что, ребят, я не могу брать товар на обзор, если я не буду уверена в том, что я имею право высказать свое мнение честное. Ну, а честное мнение никому не нужно. И не хотела, ребят, я говорить. У меня такой порошок покупала подруга. Она, кстати, еще его не попробовала, чтобы в деревне почистить кастрюли. Говорит, вот, насмотрелась, говорит, в интернете, ну вот решила попробовать. Ну, говорю, раз решила попробовать, говорю, дай мне пару ложечек. Я, правда, тоже долго уж держала этих пару ложечек порошка. Потому что, в принципе, я вполне нормально руками отмываю все кастрюли. Но, когда мы с мужем ездили в гараж, я, в общем, в подвале нашла кастрюлю. Она, правда, большеватая. И дно было очень уж грязное. Я не знаю, что мама делала в этой кастрюле. Это мамина кастрюля. Почему она вдруг оказалась в гараже? Я думаю, может быть, мама туда складывала просто морковку, которая немного раненая была. И с кастрюли потом ее забирала уже домой. Естественно, снимать зачем мне нужно снимать, если я для себя пытаюсь открыть какое-то совершенство порошка? Ребят, ничего особенного. Честно, ничего особенного. Мне кажется, что если бы я взяла обычное чистящее средство, самое недорогое, и просто почистила губкой, я бы ее очистила точно так же. Поставила я ее в таз, и ничего там не отмокло. Ребят, ничего. Все равно нужно было применить усилие, чтобы все это очистить. То же самое, что и с чистящим порошком. Короче, ничего там такого сверхъестественного нет. А блогеры у нас все отмываются, отмываются и никак не отмоются. Это же надо как зарасти грязью, чтобы никак не отстираться и не отмыться. Видимо, думают, что все такие, и тут же будут заказывать. Нет, ну, конечно, бывает такое, что хотелось бы какое-то эффективное средство, где-то вывести пятна из одежды, где-то простернуть, либо вымочить кухонное полотенце, которое порой хватаешься жирными руками, где-то выможешь, не отстирывается порой. Ну, у меня такое потом выбрасывается в мусор. Поэтому лично я ничего сверхъестественного не увидела в этом порошке. Но уралочка у нас все отмывается. Видели вы, ребят, какие вилки или нож там у нее в этом тазу лежал? Прям черный-черный. Это до какой степени надо засрать посуду, чтобы были такие вот ложки или ножи, что она туда там бросала. Кстати, показала только кастрюльку, которая якобы отмылась. Почему-то ложки, вилки и нож она не показала. Удивительно, правда же? Аяло, слушайте, плюхалось, полоскалось у этих бочек. Интересно, а воду откуда она наливала в эту кастрюльку, чтобы сполоснуть ее? Понятное дело, ребят, ничего она там чисто не сполоснула. На столе возюкалась, на котором будет потом есть этот химический порошок. Я, ребят, не знала, где мне пристроить, потому что кастрюля у меня большая, таз тоже большой, а на кухне даже у меня и близкой, и мыслей не было для того, чтобы заниматься вот такой вот ерундистикой. Поэтому все дело делала в ванной. А уралочка нынче привыкла прям, знаете, так празднично, прям на столе, как еще она и праздничную скатерть не застелила. Дальше, ребят, опять же про халяву. Значит, у них получается, что опаздывают видеоролики, насколько я понимаю, и в этот день, когда они дарили пылесос, вот это как раз-таки 6 июня, когда они снимают видеоролик, вернее, выложили видеоролик за 6 июня, и, значит, она рассказывает, что почитали они комментарии на Дзене, потому что еще на Ютубе не вышло. И вот люди пишут, подарили или не подарили пылесос, ведь сестре обещали, это там, где они открыли багажник и показали пылесос зачем-то. Но сам процесс, как поздравляли, почему-то не показали. Это, понимаете, это хотели так сильно похвастаться, чтобы их облезали, чтобы их прям перехвалили. Это точно так же, как с этим луком, с васильком и прочим. И да, слушайте, забыла про порошок. Сафарика мама просит такой порошок. Уже и Сафарик научился барихать. А Уралочка сказала, ну, надо заказать и отправить. Что значит отправить? Вы же обдугани собираетесь отправить. Как порошок отправить? Шмотки отправить? Порошок отправить? А обдугани тоже посылочкой отправите? Вот как-то, ребят, странно, правда? Собираются обдугани отправить, а посылкой будут подарки отправлять. Собирают, собирают посылку. Но только я думаю, что совсем-совсем не посылку. Ну и дальше Уралочка, значит, говорит, что пылесос подарили, подарили. И у нас, говорит, не один пылесос. У нас их много. И сестре тоже, и Надежде тоже. Мы, говорит, решили пылесосы не продавать. Мы решили их оставить для подарков. Слышали, ребят? Решили оставить для подарков, чтобы побольше их похвалили. Прям захвалили, облизали в комментах хомяки. Ну, а мы, наверное, чтоб завидовали, завидовали и еще раз завидовали. Ой, ребят, я не могу. А этот за кадром подтягкивает. Постоянно, слушайте, когда Уралка что-нибудь говорит и заводится, он научился тявкать, так как из-под стола, из-под тишка, как будто из-под маминой юбки. Сафарик у тебя неплохо получается. Очень похоже, очень похоже, как маленькая собачка, да, сидит рядом с хозяйкой и подвякивает, подвякивает, когда кто-то заходит домой незнакомый. Да, точно так же и ты. И, значит, дальше Уралочка читалась, что ей очень прям приятно. Но ей настолько приятно, что они так беспокоятся и переживают все. Ну, она же упала, руку пришибла, горох весь испортила, примяла. Ну, она же предлагала палки всем к ногам привязать. Сама же на этой палке и рухнула. И ей настолько было приятно, благодарила, что прям такое удивление, что за нее кто-то переживает. Сказала, с рукой все в порядке, даже синяка не осталось и ничего там не опухше. Но показала, да, на балкончике куча синяков. Ну, вы понимаете, что такое балкончики у Уралочки. Да, говорит, там синяков дофигища. Да, Уралочка, конечно же, и там же ты не покажешь. Там же ты не отчитаешься и не скажешь, что у меня здесь все синее. Можно как раз-таки и списывать на балкончике. Все равно никто не проверит. И даже сафарка проверять не станет. Ну, и дальше еще, Уралочка, про Василек что сказала, я вот пропустила. Что все будут оставлять на подарки. Да, решили заняться благотворительной деятельностью. Всем все дарить. Ну, и лук, походу, тоже попал под раздачу Василька и пылесосов. Прям благотворительный фонд Уралочка. Ну, и что, говорит, приехали на дачу прохладненько, хотя стоит в халате, где ей там прохладненько. Дождик прошел, поливать не надо. Это надо подрыхлить, короче, что-то надо сделать. А сама пол видеоролика стояла только и трындела. Про Василек, да, про пылесосы. Ну, побольше говорила, чтобы больше облизали в комментариях. Видимо, ей очень это понравилось. Ну, и параллельно, ребят, прочитала комментарий, который у Уралочки написала Марина Гостинцева. Вы так много дарите подарков не только своим родным, но и чужим людям. Тете Наташе уже два комплекта постельного белья. Да еще мужу ее футболку. И самой тете Наташе костюм дачный, чтобы не обидно. Да только процесс дарения никто не видел. Вот правда, ребят, мы не видим эти процессы дарения. А это говорит как раз-таки о том, что Уралочка у нас великая сказочница. Да, вот сочинять как раз-таки у нее получается гораздо лучше, нежели дарить. Да, представляете, пошла она по соседям с луком раздавать лук. И прям там падали и благодарили ее. И хочется же вот плести такую фигню. Нет, я все пойму, когда еще возле подъезда там бабулькам предложила. А тут прям по квартирам пошла. И все чуть ли не в обморок попадали от такого милосердия Уральского. Короче, Уралочка у нас еще та сказочница. Ребят, все-таки, наверное, я разделю на два обзора, потому что я уже сколько наговорила, а еще не досмотрела даже ролик до половины. Дальше парни поднимают пион, который распадывается. Ну, я уже этому не удивляюсь. Распадывается, поэтому срочно надо поднимать. Опять мужики пашут на даче. И Абдугани тоже с нами. Ну, а с кем же он будет, Уралочка? С кем же он будет? Тебе же он так же нужен, как и Сафар, как работник. Ну, Абдугани не больно-то хочет работать. Он все играется, а Уралка все мечтает, какую ему работу подогнать, чтобы без дела не шатался. Опять же, конечно же, поснимала там, где он вначале приплясывает, да, в самом начале видеоролика, на чем-то, на какой-то палке он там стоит, и Сафарик ржет, опять ржут с него. Поснимала, как он ерундой занимается, якобы ленивый, ничего не хочет делать. Опять в очередной раз высмеяли пацана. Ну, а на что они оба способны? Малахольные эти, горе-родители. Ну, Уралку даже и мачехой невозможно назвать. Ну, а этот только бы ржал собственного сына. Правда, за Ромку смотри, что говорил. А своего только загнобить бы. В общем, ребят, первую часть своего обзора я буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.